Добрый день! В эфире Кинопанорама с Юрием Рязановым. В гостях у нас заслуженная артистка России Наталья Сергеевна Бондарчук, а в последнее время мы знаем ее как продюсера и режиссера детских и семейных фильмов. Здравствуйте! Здравствуйте, Юрий! Все знают вас по фильму «Звезда пленительного счастья», в котором вы играли, наверное, когда вам было лет... 25, не лет. 25. Вы играли княгиню Волконскую. Да. Ты состоял в тайном обществе и разделил их участь. Заковать древес, все держать, как злодея. Дурной! Прости меня! Прости, мой господи! Вы – пятно России! Евгения Волконская – это моя любимейшая роль. Вы знаете, Юрий, эта роль началась для меня в 7 лет. У меня бабушка – сибирская писательница Анна Ивановна Герман, а тетя Нина – это моя сестра, родная моей мамы – в 7 лет на мою ручку детскую положила книжечку Голубенькую, чеченского издательства. Называлась она «Записки Марии Волконской». И одну из первых книг, которые я прочла... Правда, я не знала, что в оригинале она на французском написана, потому что Мария Николаевна в XIX веке писала только по-французски, но мне досталась вот эта «Записки Марии Волконской». Ну, вы, наверное, знаете, что она жена декабриста, что было выступление на Сенатской площади, что княгиня, которая... Ну, для нее вот весь мир был только в цветах, улыбках. Генерал Раевский, который украшал Эрмитаж, его портрет, герой XII года, о котором Пушкин сказал, что это лучший вообще человек XIX века. И она все должна была бросить, чтобы последовать за мужем в Сибирь. Я когда это прочла еще в детстве, меня поразил женский образ. Просто женский образ, который всем пожертвовала. Ради чего? Вот я разбиралась это всю жизнь. И потом я уже сыграла «Солярис». Не хотела сниматься после «Соляриса», потому что не было таких ролей хороших после Тарковского. И вдруг, читая в экране, написано «Владимир Яковлевич Мотыль, известный по белому солнцу пустыни, собирается снимать о женах декабристов». И я с криком ворвалась к маме и кричу «Мамочка, мою Волконскую снимать буду! Я буду наглой, я наброшусь на эту роль». И я не была наглой. Меня пригласили на эту роль. Именно на эту роль пробоваться Мотыль и утвердил. Фильмы тогда снимались очень долго. И у меня было огромное счастье общение с Владимиром Яковлевичем Мотыльом. «Царствие небесное» и сейчас его уже с нами. А сколько вы сказали, что долго? Сколько времени? Вы знаете, снимался фильм полтора года. Причем очень сложно. Ну вот я когда сказала Мотыльу, а не хотите «Войну и мир» снять, как мой папа? Он говорит, нет, нет, ни за какие вообще. Потому что снимали, например, мы в Иркутске, на Байкале. Снимали в любую погодные условия. Там я вот, кибитка моя должна была продвигаться в тайге и так далее. Ну там разные были условия. И в пропасти мы снимали, могли и погибнуть на съемочной площадке. Очень тяжело снимался фильм. Но радость была не в этом. Во-первых, он мне давал запрещенную литературу. А я была такая девочка, очень непослушная, очень любила запрещенные... Знаете, какую книгу он мне дал прочесть? «Записки царской семьи времен декабристов». Она была совершенно запрещена у нас в советское время. И на этой книге, которую дал мне Владимир Яковлевич, а он был в каком-то спецотделе, ему давали такие книжки на несколько часов. И мне он говорит, что один час у тебя я беру эту книжку со знаком Лита. Знаете, это вот такая марка, что на ней было написано, что в общем... Короче, не разрешено в общее пользование. И я с дрожащими руками зачистил. И вдруг я понимаю, у меня меняется мировоззрение. А, наши цари вовсе никакие не страшные люди. Они обсуждали об освобождении крестьян. И я читаю письмо Александре Николаю II в защиту жен декабристов. И она пишет своему супругу. «Если бы судьбе было угодно, и с тобой бы произошло то же, то есть ты бы отправился в Сибирь в кандалах, я бы последовала за тобой в Сибирь. Разреши им». Представляете, у меня слезы на глазах. Как? Царица. А у нас совершенно другое представление о царской семье. И дальше я там князей читала все. Я вернула эту книжку Владимиру Яковлевичу и говорю, спасибо, но у меня теперь другое мировоззрение. А я ждала этого. И вот мы снимаем полтора года эту потрясающую историю. Причем крайнюю сцену, я не люблю слово «последнее». Мы снимаем в Листвянке берег Байкала заснеженный. Я впервые увидела там прозрачный лед, совсем прозрачный. И изумительная церковь XIX века в Листвянке, деревянная, красивая, вошли внутрь, образа потрясающие. Служба идет в советское время. Служба в советское время. И вот Владимир Яковлевич там снял эпизод, разрешение было получено, венчание главных героев. Там Аненков венчается на Аненковой. Она француженка, она должна была принять православие. И мы там снимаем. Изумительная сцена. Все мне запоминается навсегда. Много лет спустя, по-моему, лет 15-20, приезжаю в эти же места, иду в эту церковь. Мне она так нравится, она такая изумительная. И матушка говорит. А вы знаете, чем знаменита эта церковь? Я думала, ой, сейчас об истории этой церкви расскажут. Здесь снимался эпизод звезды пленительного счастья. Она вас не узнала, да? Нет, потом я сказала, кто я. Говорит, ой, Наташенька, вот вам. И там даже открытки, и на обороте написано, что в таком-то году, по-моему, это был 75-й год, снимался эпизод звезды пленительного счастья. Я говорю, ой, спасибо, для меня это такое чудо, такое... Но вот о чем я хочу сказать, так как вы автор мультфильма, который посвящен все-таки проблемам семьи, да, и муж-жена. Мультфильм Петра Февронии, да? Да. Дело в том, что по истории Марии Николаевны, я не могу сказать, чтобы она очень любила своего мужа. Она любила, но это особая любовь. Она вышла очень молоденькой по приказу отца Николая. Он выбрал ей князя, очень богатого, у которого было 60 тысяч душ. В общем, очень богатого человека. И говорит, ты будешь за ним счастлива. Все, вот выходи замуж. Говорит, ну, папа, я совсем его не знаю. Нет уж, давай, вот, это приказ отца. Она слушается, она выходит замуж. И буквально после свадьбы разыгрывается трагедия на Сенатской площади. Он вместо того, чтобы князь... Он никто, он в кандалах отправлен в Сибирь. И семья говорит, ну, все, освобождайся от него. Говорит, нет. И маленький сын рождается, Николя. Мой сын пребывает в счастье. Мой муж несчастен. Мое место около мужа. Все потрясены. В том числе и отец. Говорит, что ты что делаешь? Ты обрекаешь себя? Ты даже не доедешь до Сибири. У тебя слабая грудь, да все. Он говорит, нет, я доеду до Сибири. И она едет в эту ссылку. С ней прощается Пушкин. И говорит, вы будете жить среди лучших людей нашего времени. Тогда как мы... Вопрос. И она едет. Она попросила благословения своего друга Пушкина Александра Сергеевича. И поехала туда. И вы знаете, я читала в детстве. Мне больше всего потрясло. У нее в глазах слезы превращались в льдинки. И падали льдинками на руки. Вот такая степень холода. Это же не в автобусе проехать. Это кибитка. Я вот сел в эту кибитку на... Я специально попросила, я говорю, Владимир Яковлевич, чтобы войти в это состояние тряски жуткой, давайте я к тому месту, где я встречаюсь с мужем, подвозить меня в кибитки. Вот так, отсюда досюда. Это мотание такое, это можно разбить голову. Недаром покрывали вот эти вот верха кибитки медвежьими шкурами. Потому что можно просто разбить голову. Это же бездорожье. Вы представляете, что такое по бездорожью? Тысячи верст пути вот этой дорогой, где коренной население ело сырое мясо. Княгиня сырое мясо есть не могла, и она практически проголодала весь путь. Может быть, это ее и спасло. Потому что я считаю, что голодание очень способствует вот такому пути. Она приезжает туда, а они в каменоломне. Она спускается вниз. И вместо того, чтобы поцеловать мужа, она целует его кандалы. А как отплатить мужьяну за преданность супругов? Они, когда по весне, они вот этими кандальными руками срывали цветочки и бросали на дорогу. И проходил этот конвой, и жены собирали эти цветочки, собранные руками мужей. Представляете, какая степень понимания страданий человека, кто сейчас на это способен, из жен, чтобы все бросить. Но ужас был для нее, еще готовила ей судьба. Умирает Николенька без родителей. Она это так тяжело переживает, что она просит только одно из Петербурга прислать ей одеяльца сына. Она подшивает его к капоту. И всю жизнь свою, до конца, она носит одеяльца сына Николя. А Пушкин пишет эпитафию на смерть. Замечательные стихи на смерть Николя. Но там, в Чите, у нее рождается уже в Читинском издании, это уже следующая тюрьма. Девочка, которая прожила несколько месяцев и похоронена в Чите на кладбище. Дальше у нее рождается Елена и Михаил. И вот эти дети становятся благословением всех декабристов. Они занимаются языками. Потом Миша был при царе следующим. Почему Александра называли не только освободителем крестьян. Он первое, что сделал, освободил оставшихся декабристов. И только Мария Николаевна и Волконский, пережив 30-летнее изгнание, возвращаются в Петербург и становятся достопримечательностью всего светского общества. С ним все встречаются. Да все непротивление зла, насилию Толстого связано только с одной встречей с Волконским. Вот эта каратаевская мысль, несопротивление, то есть непротивление злу, насилием, грандиозная мысль философская, это родилось от встречи с Волконским молодого тогда Толстого. То есть они столько сделали, но жены сделали гораздо еще больше. Первые школы для деток в Сибири, для женского пола – это декабристы. Первые храмы православные очень серьезные. Они даже их сначала рисовали, архитектуру делали. И вот храмы, которые возникли там, где жили декабристы, это вот все. А моя мама родилась в городе Тайга, и бабушка в Новосибирске. И поэтому для меня история декабристов, история моей мамочки – это все связано. Там до сих пор корни Романовых, там до сих пор корни наших князей и так далее. Где? В Сибири, на Алтае. Там рождаются уникальные дети по духовности, по чистоте нравов и так далее. Их бы сохранить. Не дай бог туда навязать им вот эту псевдокультуру американскую, потому что мы гибнем от этого. В советское время у нас были фильмы, но тот же Солярис получил премию за божественное начало в фильме. Понимаете? Режиссеры скрывали свое, так же, как мой папа, скрывали свою приверженность к православию другими образами. Там вот, например, фильм «Восхождение», но это ведь история Иисуса Христа и Иуды. у папы впервые была внесена в «Войне и мире» икона Казанской Божией Матери. То есть, а это было совершенно запрещено. Но все, что запрещается, знаете, пружина вот так вот сдвигается. И наоборот, люди, смотревшись в звезду пленительного счастья, не могли не видеть, как Мария Волконская молится в церкви. Там есть эпизод, когда она перед Богородицей говорит такие удивительные слова. «Пошли мне ребенка», потому что нельзя находиться в таких чувствах мужу своему. То есть, она не могла его полюбить, пока у нее не родился ребенок. Но это ей не помешало все оставить и поехать, потому что мой муж пребывает в несчастье. Наталья Сергеевна, ну вы, наверное, ответили на главный вопрос. Актуален ли этот фильм сегодня? Очень актуален. Конечно, актуален. И вы уже ответили, почему. Потому что вот эти взаимоотношения между отцом и дочерью, естественно, нужно брать благословение на брак. Когда брак будет счастливым. Даже если они не знали друг друга, но если решил папа... Папа решил, все. Понимаете, да, то есть, все-таки папа, он вроде бы в фильме почти что и не показан, но он стоит, и мы понимаем, что он выбрал. И выбрал, похоже, правильно. Дети счастливы. Пусть по-своему, но счастливы. И такие вот сделали... И даже родившиеся в Сибири эти дети счастливы. Потому что они навсегда увидели подвиг мамы, которая в тюрьме сделала пианино. В тюрьму вняла пианино. Поменяла обои там. Она создала свой мир. И они попросили царское правительство разрешить их жить с мужьями. Поэтому родились дети. А до этого, естественно, не разрешалось. То есть, они приехали в Сибирь, а встречаться могли на несколько часов. Вот это сближение постепенное, и рождение этих изумительных детей, у которых своя судьба там очень интересная. Вот это всё нам надо сейчас достать из-за кромов, поскольку оно у нас есть, и показывать молодёжь. Фильм интересный. Фильм там и есть, и авантюрная часть, и всё это там с Анненковыми связано. Там лучшая роль Костолевского. Но Владимир Яковлевич снимал очень тяжело этот фильм. Это страшно. И у меня вырезали эпизод с Пушкиным. Прощание с Пушкиным. Не подобает Пушкину появляться в эпизодической роли. И тогда Наталья Сергеевна через несколько лет сделала 10 серий об отношении Пушкина и Марии Волконской, называв этот фильм «Одна любовь души моей». И у меня есть аналог кольца, который подарил Пушкин Машеньке Раевской. Но это современный такой 10-серийный фильм. Я его подарю на вашей телевидении. И смотрите. Спасибо вам за эту роль. Она была актуальна вчера, актуальна сегодня, и будет актуальна завтра, потому что это классика. Спасибо огромное. У нас в гостях была Наталья Сергеевна Бондарчук, известная актриса, заслуженная актриса России. А сейчас по неволе продюсер и режиссер. Спасибо вам, Наталья Сергеевна. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok